Да, наша секция завершена, и, насколько я понимаю, вопросов от слушателей не поступило. Но ваши вопросы... Коллеги, где ваши вопросы? А как закупить? А как дать? А как разводить? Очень много вопросов всегда по этому поводу возникает. Вот он онлайн, вот этот режим. Очень бы хотелось, чтобы мы с вами не как в школе послушали, заснули, отошли. Коллеги, наверняка есть вопросы, дискуссия. Давайте ответим. У нас есть время сейчас на то, чтобы поговорить на эту тему. У нас есть чат, в котором вы можете написать. Мы готовы обсуждать темы, которые затронула Ольга Николаевна, Ольга Васильевна. И я между двумя Ольгами прекрасно себя чувствую. Мы готовы обсуждать эту тему. Есть ли какой-то вопрос? Ага. Вот как раз вопрос поступил. Так. В качестве гормональной терапии для уменьшения отрежки у пациентов с раком легкого можно использовать преднизолон или предпочтительный дексаметазон? Вы знаете, на самом деле, ну так скажем, примерно два препарата, они одинаковые. Другое дело, что вот в мировой палеотинной практике, в мировой, все-таки больше используется дексаметазон. Потому что его дозировки меньше и как бы и шаг удобнее. Видимо, именно поэтому, хотя вот тут был период, у нас не было дексаметазона в связи с ковидом, закупили преднизолон, работали им также. Но классика есть классика. Выверенные шаги, которые мы знаем, опыт предыдущих, так скажем, и всего, весь мировой опыт палеотинной помощи, с дексаметазоном удобнее тетровать, удобнее уменьшать, меньше дозировки, которые используются для инъекций, имеется в виду 1 мл и уже дозировка, так скажем, полная. Но преднизолон использовать можно. Ответила я на Ваш вопрос? Уважаемые коллеги, я уверена, что Ольга Васильевна, конечно, ответила на вопрос. Все так и есть. Существует ли вопрос, Ольга Васильевна, по поводу длительности назначения дексаметазона? Можно я немножечко вот порасширю этот вопрос? Иногда бывает, что назначая дексаметазон, мы его назначаем вообще навсегда. И это практика, которая была. Вот что Вы думаете с дексаметазоном? Как пробовать им работать или преднизолоном для терапии именно анорексии, для стимуляции опеки? А, подожди, про одышку мы говорили. Стимуляция одышки. Для чего бы мы, так скажем, дексаметазон не использовали, мы всегда стараемся, ведь, ну, скажем, общее правило, начать дозировки с минимальной 12. Это у нас там кто? Устал. Вот. И потом двигаться в меньшую сторону. И вот здесь получается, что не мы выбираем дозировку. Дозировку выбирает пациент, вернее, его состояние. Потому что бывает ли такое, что пациент там с хобы уходит с дексаметазона? Бывает, да. Ему там делали 16, потом ему делали 12, потом ему делали 10, и все это по неделе. Потом 8, потом 6, потом 4, потом перешли на таблеточки и попытались на некоторое время уйти. Пусть это там 3 дня отдыха. Но вот на постоянно высоких дозировках, ну, выше, чем 8 миллиграмм, крайне редко. Это большие все-таки риски, большие побочные эффекты. И поэтому попытки уменьшить дозировку. Вот сейчас у нас наблюдался, вчера ушел пациент, у которого метастазы в головной мозг, и он вот на 12 миллиграммах, как только снижали до 10 миллиграммов, он уже чувствовал себя хуже. У него появлялось головокружение, неадекватность. То есть мы были вынуждены быть на 12 миллиграммов полтора месяца. Но попытки каждый раз, каждые там 10 дней уменьшить дозировку, попытки мы делали. Спасибо, Ольга Васильевна. Коллеги, есть ли еще вопросы? У Кольги Николаевны, возможно. Пока вопросов больше нет. Уважаемые коллеги, сейчас у нас перерыв. Ой, перерыв уже был. А, да, перерыв. У нас с вами 10 минут. И мы начнем не менее важную тему. Вопросы респираторной поддержки в палиативной медицинской помощи. Уже классическая тема оказывается для нас, но она все равно новая. Ольга Васильевна, Ольга Николаевна, спасибо вам огромное за проведенную секцию и за те доклады, и тот дух, и то настроение, которое вы дали слушателям и нам, обсуждая очень важную тематику лечения тягостных симптомов в оказании палиативной помощи. Уважаемые коллеги, так мы уходим на перерыв. Спасибо. Спасибо.